К нашему эфиру уже присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, как всегда, рады вас приветствовать в эфире. Здравствуйте. Доброго дня. Александр, сейчас, знаете, такой особенный момент, когда, конечно же, нужно, скажем, очень внимательно следить за тем, что попадает в информационное пространство в принципе, потому что есть не только работа журналистов, но и есть социальные сети, где люди свои догадки публикуют и делают репосты друг друга. Но все-таки телеканал «Фридом» смотрит именно для того, чтобы узнать проверенную и достоверную информацию. И вот, исходя из тех данных, на которые мы можем опираться сейчас, которые уже есть в информационном пространстве, как мы в целом можем оценить те события, которые происходят на том же бахмутском направлении? Давайте вот начнем с него. Ну, я могу это оценить как пролог. Например, так. Это один из, если мы говорим о бахмутском направлении, то это, опять-таки, сейчас действия, которые сконцентрированы на обвал, в первую очередь, северо-западного и юго-западного флангов российских оккупационных войск. Силы обороны Украины поступательно, весь этот период времени, начиная от, если я не ошибаюсь, 12 мая, осуществляли системные контратаки по продвижению по каждому из этих секторов. Продвинулись на сегодняшний день вплотную к Личьевке и к Берхьевке и Ягодной. За собой имеют господствующие вершины, которые позволяют достаточно эффективно использовать артиллерию для поражения не только данных населенных пунктов, которые я уже упомянул, а также северного и южного сектора самого бахмута, что нам позволяет уничтожать российских оккупантов в самом городе, не вступая в прямые городские боестолкновения. То есть мы можем город, который находится в низине, накрывать на сегодняшний день артиллерийским огнем российские позиции, опять-таки, без прямого контакта. Приблизительно где-то 2-3 взвода они теряют только в самом бахмуте, то есть, ну, грубо говоря, до роты. До роты они в сутки теряют из-за нашего артиллерийского огня. В дальнейшем, в дальнейшем это, конечно же, движение на освобождение Клещевки, это безусловно. Ну и Берхьевка и Ягодная, они также будут освобождены, что за собой уже следствием будет тянуть и перерезание 05-13 и непосредственно М-03 северной логистической артерии, ведущей в бахмут. Александр, давайте с вами поговорим об очередном действии со стороны противника, со стороны российских оккупантов. Российские военные взорвали еще одну дамбу в Запорожской области у села Новодаровка Пологовского района. В результате затоплены оба берега реки Мокрые Ялы. Об этом сообщил спикер Объединенного Координационного Центра Силы Обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире марафона «Еды не на выходе». Ну, по его словам, на ход наступательных действий Силы Обороны Украины, подрыв дамбы и разлив воды никак не повлияет. Александр, ну ваша оценка того, что произошло, действительно ли вот этот шаг никоим образом не поспособствовал оборонительным, да, каким-то действиям со стороны российской армии и, ну, в целом, да, вооруженных сил Российской Федерации? Ну, в данном случае, действительно, сравнивать, например, Днепр с уничтожением данной дамбы, сравнивать уничтожение Каховской АЭС с уничтожением данной дамбы, это, ну, не совсем корректно, поскольку совсем другие масштабы, совсем другие объемы сдерживаемого ресурса, водного ресурса. И, в целом, россияне сейчас действуют все больше, несколько, скажем так, хаотически. Они пытаются остановить продвижение наших передовых групп, которые осуществляют, в первую очередь, действия глубинной разведки, при этом достаточно превышающих свой функционал глубинной разведки, поскольку проводится еще и освобождение территорий, что не является основным функционалом таких мероприятий. И, в целом, это не является каким-то критическим воздействием на продвижение наших сил. Да, конечно, россияне действуют по методичке. Это их общая методичка, что если по реке кто-то начинает наступление в твою сторону, вверх или вниз, ну, опять-таки, вниз по течению, то ты должен использовать возможности торможения этого продвижения за счет уничтожения дамб. Но уничтожение дамбы, тут следует напомнить, попадает под действия Женевской конвенции о неприкосновенности таких объектов, уничтожение которого сопоставимо с применением оружия массового поражения, при этом расценивается как военное преступление неизбирательного типа. Ну, как мы видим, для российского командования нет абсолютно никаких препятствий, но российское командование, которое бессмысленно и безрассудно составляло планы как по наступательной операции во время вторжения в Украину, так и формирует свои какие-то планы по ведению оборонительных действий, в том числе и при отступлении. И всегда это играет не столько на пользу самому российскому командованию, сколько им же вредить. Как в репутационном формате, поскольку это является военным преступлением и несет колоссальные гуманитарные последствия, экологические последствия и прочее. Но и в тактическом и стратегическом смысле оно не играет на пользу именно россиян. И вот еще хотелось по поводу того, что также не играет на пользу россиян. Обсудить с вами все больше мобилизованных россиян впадают в подавленные состояния. В частности, из-за непонимания цели и задач так называемой специальной военной операции. По данным Генерального штаба вооруженных сил Украины, на боевой дух российских военных также влияет неопределенность. Им просто неизвестно, когда их привлекут к боевым действиям и сколько им придется, в принципе, находиться в составе вооруженных сил. И, в принципе, я думаю, что сама суть этой войны становится для них все более и более непонятной и размытой, потому что уже явно становится известно, что все те мотивации и все те аргументы, которые, возможно, им приводились, они абсолютно рассыпались вот уже, собственно, на поле боя. А как вы считаете, вот в таком состоянии, когда находятся военные, стоит ли ожидать или рассчитываться на то, что будет больше случаев саботажа, каких-то диверсионных действий и так далее? Потому что усталость и вот такое вымотанное состояние. А еще же очень важно знать, что поддержка также, она тоже играет роль. Если украинских военных поддерживают, они герои, они защитники, весь украинский народ сплотился также для того, чтобы поддержать военных, то в России российские военные, как бы ни пыталась преподнести пропаганду, все-таки имеют несколько другую репутацию. Так или иначе, деморализация, она играет свою роль. То есть это повышение уровня тяги к употреблению алкогольных напитков в зоне боевых действий, что, конечно же, также влияет на их боеспособность. Это депрессивное состояние, аналогично влияющее на боеспособность. Это деморализация, демотивация и так далее и тому подобное. Уровень депрессивной составляющей будет расти. Непонимание конечных результатов так называемой их СВО, оно влияет. Что такое деноцификация и демилитаризация, которую они постоянно называют основными целями? Эта цель была озвучена в 2022 году. По состоянию на 2023-й она не достигнута вообще, судя по всему. А как раз наоборот. Демилитаризация происходит, демилитаризация российской армии. Это прекрасно видят даже сами же россияне. Они видят, как из условно новых модернизированных танков Т-72Б3, Т-80БВМ и даже Т-90М прорыв, Российская армия все больше пересаживается на Т-62 и Т-54-55. Это все наглядно. Это все, видимо, оно обозримом. Даже в перспективе, что будет дальше. И как бы это все влияет негативно на общий боевой дух этих самых российских, так скажем, мобилизованных, и не только, вообще даже тех, которые уже находятся в составе, подписали контракт с российской армией. Поскольку, когда ты подписываешь контракт, это совсем другое дело, когда ты находишься еще в тыловой России. Совсем другое дело, когда ты оказываешься именно в зоне боевых действий на временно оккупированных территориях Украины. И тут сразу меняется восприятие происходящего, и это влияет на твое состояние здраво, эффективно использовать свой ресурс именно в зоне боевых действий. Александр, возвращаясь к истории с подрывом Дамбы, Каховской и ГЭС, скажите, вот к этому времени, каковы выводы мы можем сейчас сделать, знаете, с учетом, ну, как мы, да, себе понимаем мыслей и планов российской армии этим подрывом как-то ограничить контрнаступательные действия вооруженных сил Украины. Получилось ли вот к этому времени, что мы можем сказать, уже с учетом вот того времени, которое прошло там до сегодня? Что ж, я хочу обратить внимание очень на интересный момент, который сегодня был озвучен официально, а именно то, что была освобождена Новодаревка. Мы это все знаем и все об этом слышали. Так вот, примечательный момент заключается в том, что Новодаревка была освобождена 4 июня. То есть это процесс активизации наших действий на Запорожском плацдарме. Когда началась активизация наших действий на Запорожском плацдарме, российское командование поступило так, как, ну, могло только поступить командование вот такого вот закостенелого, не эволюционировавшего постсоветского милитарного организма. А именно оно сделало вывод, если начинается движение в Запорожской области, следовательно, не исключено аналогичное движение по направлению к левобережной Херсонщине, то есть форсирование Днепра. Есть угроза высадки десанта, форсирования Днепра, высадки десанта и начала контрнаступательных действий сил обороны Украины уже на левом берегу. Поэтому и был отдан этот панический приказ о взрыве Каковской ГЭС. Для чего? Для того, чтобы минимизировать как-либо эффект от форсирования. То есть в том-то и вся суть. Прекрасно понимали в российском командовании, что каким-то образом они, если это форсирование действительно планировалось, они не смогут его полностью отменить. Они его смогут только лишь отсрочить, если действительно это входило в планы. Но это отсрочивание, оно было чревато колоссальными потерями. Это был колоссальный урон экологии, это колоссальный урон гуманитарного характера. Это гибель большого количества гражданского населения. Не говоря уже про российских оккупантов по левому берегу, по первой линии обороны. Но тогда они действовали именно хаотично и панически. Они ожидали с двух сторон серьезного удара, и они такое приняли решение. Сейчас же мы видим, что вода постепенно сходит, большая вода сходит, но следует ожидать еще такого момента, как просыхание грунтов. До просыхания грунтов говорить о какой-либо перспективе действия в этом направлении не приходится. Но то, что россияне совершили военное преступление, такого, какого не было в современной истории, зафиксировано ни в одном эпизоде войн или конфликтов, это, безусловно, факт. И международное сообщество должно аналогично на это реагировать, безусловно. Но в целом они только ухудшили свое же положение на этом плацдарме. Временно, ситуативно, да, они улучшили свое положение тем, что точно себе обеспечили данное направление безопасным. Вот левобережная Херсонщина, там, где находится их контингент, он несколько дней, которые находятся там, например, на второй линии обороны, на третьей линии обороны, они могли свободно себе выдохнуть. Там ничего бы не происходило. Но постепенно, поступательно, эта их облегченность, она уходит на нет вместе с высокой водой. А вот, знаете, еще такой момент. Элементарно ведь так и не признаются российские оккупанты в том, что это они подорвали дамбу на Каховской. И тут очень важно понимать, насколько это будет препятствовать моменту ответственности за это действие. Потому что в любом случае, конечно, будут собираться доказательства. И интересно такое, знаете, несоответствие, что на словах российская пропаганда очень смелая, всему миру угрожает ядеркой, уничтожить, стереть с лица земли все, кроме России. А когда они совершают вот такие вот, на самом деле, преступления для человечества, они в этом не признаются. Получается, на это смелости, конечно, не хватает, чтобы взять на себя ответственность за содеян. Но, тем не менее, насколько это будет затруднять сам момент привлечения к ответственности? А когда Россия вообще признавалась своих преступлений? Разве Россия призналась в том, что это они виноваты в том, что сбили авиалайнера МИЧ-17 в 2014 году? А Россия вообще признала свои преступления за голодомор? Ну, то есть, опять-таки, какая давность этих преступлений, вот, можем сравнить. Но международная сообщество в историю поступательно входит именно как преступление против украинского народа в формате голодомора, как геноцид. Каждая страна поступательно признает это геноцидом. Точно так же, как и по делу МИЧ-17 проводилось расследование и признавалась вина России. Россия становится международной страной-террористом, сеятелем убийства, смертей, таким, знаете, законодателем трендов геноцида. Вот кто такая Россия. Это даже не страна-террористы, это намного хуже. И, в принципе, конечно же, они не признаются, они ни в коем случае не признаются. Но тут просто логически возникает вопрос, а у кого была возможность заложить в Каховскую ГЭС более трех тонн взрывчатого вещества? Им настолько необходимо было и даже больше для того, чтобы нанести серьезные повреждения изнутри Каховской ГЭС, чтобы она разрушилась. Если только не Российская Федерация, если только не российские войска, которые на тот момент контролировали этот участок. То есть они хотят сказать, что силой обороны Украины долгими ночами, неделями, месяцами завозили на Каховскую ГЭС взрывчатку в огромном количестве. Они при этом не зафиксировали ни одного такого случая, а потом подорвали ее. И это при том, что когда российские оккупационные войска бежали с правобережной Херсонщины, они как раз правобережный стык Каховской ГЭС самостоятельно подорвали, чтобы не было возможности у украинских военных форсировать Днепр не по воде, а именно через Каховский мост. То есть фактически таким образом, ну попросту своим непризнанием россияне лишь подтверждают свою вину. Александр, давайте далее с вами обсудим еще одну историю, да, потому что мы говорим о том, что санкции так или иначе действуют в отношении Российской Федерации. И из-за вот этих международных ограничений российская оборонная промышленность, она столкнулась с большими проблемами. Как следствие, она производит некачественные боеприпасы. Так, по данным Генштаба вооруженных сил Украины, крупная партия артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметра, которые изготовили уже в этом году, запретили использовать из-за их самодетонации. Ситуация в Российской Армии ухудшилась и с обеспечением подразделений вооружением и военной техникой. Ну, Александр, тут, знаете, вопрос, наверное, простой, но, наверное, на него будет и сложно ответить в целом, да, если мы говорим о деградации Российской Армии как таковой и неспособности в целом, да, ВПК обеспечить потребности такого большого количества людей. К чему дело идет на перспективу, по вашему мнению? Они не могут прыгнуть выше своей головы. У них действительно ограниченный технологический и технический процесс производства как техники, так и боеприпасов. Поэтому, да, они могут нарастить это производство, но по сравнению с чем? По сравнению с 2018 годом? По сравнению с 2017? Да, конечно, безусловно. Но не прыгнуть выше этих показателей, не прыгнуть выше своей головы возможностей. Когда они начинают наращивание производства, то, если мы говорим о боеприпасах, определенные моменты вмешиваются. А именно это ошибки при производстве. Брак. Очень много брака появляется. Это хорошо видно на их ракетах, крылатых ракетах. Очень часто появляются сейчас фото и видео российских крылатых ракет, которые запускаются, опять-таки, с воздушного пространства России, но почему-то падают где-то в Воронежской области, Белгородской, Брянской области. Почему они там падают? А потому что не долетают из-за брака, брака при производстве. Почему бракованная продукция допускается к применению, а отсутствует технический контроль? Да, они смогли благодаря контрабанде нарастить производство на 10-15%, например, крылатых ракет Х-101. Но при этом не все из этих ракет, конечно, являются достаточно качественными. И это отражается уже зеркально на более массовом производстве. Если они, например, за месяц могут произвести 35 ракет Х-101, и из них одна-две будут бракованы, то это серьезная проблема для производства такого небольшого количества партий. Это колоссальная проблема. Если мы говорим о производстве таких снарядов, как 152-й миллиметр или 122-й миллиметр, то если из, например, 10 тысяч таких боеприпасов 100, 200 или даже 500 будут бракованы и самодетонирующиеся, то это тоже является уже серьезной проблемой для такого производства. Поэтому, да, безусловно, военно-промышленный комплекс России, пытаясь нарастить свой производственный процесс, свои объемы, он деградирует. И это производство только будет в дальнейшем вредить самой же военной машине России. И тогда в таком контексте очень интересно уточнить, что же будет в дальнейшем с теми запасами, неприкосновенными в самой России. Ведь у каждой страны, у каждого государства должны быть определенные запасы боевой техники, определенного вооружения. И получается, что таким образом Россия не сможет даже приблизительно оказаться по этим запасам в сравнении с тем, что было до полномасштабного вторжения в Украину. А если говорить о неприкосновенных запасах ракетного вооружения или снарядов, то их уже попросту нет. Они уже давно используются для нанесения ударов и обстрелов территории Украины. Если мы говорим о технике, то и этих неприкосновенных запасов нет. Есть то, что находится на хранении, то, что необходимо выводить из хранения посредством консервации, расконсервации, то есть фактически ремонтных работ. Это не совсем неприкосновенный запас. Неприкосновенный запас – это то, что постоянно обслуживается. Ты можешь это взять с этого условного хранения и сразу же использовать. А если мы говорим о том, что сейчас по технике они снимают, то это нужно еще ремонтировать, это нужно еще модернизировать, чтобы оно хоть как-то выжило в зоне боевых действий под обстрелом и так далее. Поэтому неприкосновенного запаса в России практически уже как такого нет по каждой позиции той или иной номенклатуры. Александр, спасибо вам большое за этот анализ. Сейчас в эфире телеканала Freedom благодарим. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление, был с нами на связи.